Приветствую всех на канале Есть-Поесть! И сегодня предлагаю рецепт восхитительного закусочного печеночного рулета. Он обладает нежнейшей структурой, похожей на суфле. Конечно, для этого блюда подойдет любая печень, но лучше все-таки использовать куриную. Варианты начинок могут быть абсолютно разными на ваш вкус. Этот рулет можно подавать не только как закуску, дополните его каким-нибудь гарниром и полноценный ужин готов. А список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Итак, в чашу измельчителя кладу подготовленную и помытую печень. Сюда же отправляю муку, соль, специи по вкусу и немного чеснока. Измельчаю до исчезновения кусочков, до полной однородности массы. К яйцам комнатной температуры добавляю буквально щепотку соли и две щепотки сахара. Взбиваю миксером до получения светлой пышной массы, практически как на бисквит. Выливаю сюда перемолотую печень и просто размешиваю на средних оборотах миксера. Далее противень нужно застелить пергаментом или тефлоновым ковриком, смазать маслом и вылить тесто. Размеры моего противня 30 на 36 сантиметров. Равномерно распределяю тесто лопаткой и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 15. А вы ориентируйтесь по своей духовке, самое главное корж не пересушить. А тем временем приготовлю начинку. Для нее я беру обычный творог кирпичиком, добавляю сметану. Количество сметаны зависит от степени влажности творога. Соль и прорабатываю погружным блендером до однородности. Затем я сюда добавлю резаную зелень и размешаю. Готовому коржу дам полежать минут 5 и распределю начинку, отступив от одного края. Сначала наношу творог с зеленью, затем выкладываю морковь по-корейски. Заворачиваю рулетом при помощи того же коврика. Стараюсь это сделать как можно плотнее. Оборачиваю рулет ковриком, можно взять фольгу или пергамент и на несколько часов отправляю в холодильник охладиться. Затем отрезаю края и немного украшу рулет. Делайте это на свое усмотрение. Я это делаю при помощи оставленной начинки до добавления зелени. Выложила ее в кулинарный пакет и выдавливаю в произвольном порядке. Использую также замороженные ягоды клюквы и укроп. Сам рулет получается пористым, нежным и воздушным, чем-то похожим на суфле или на паштет. Поэтому можно поддержать эту линию нежности, не добавляя морковь по-корейски. Вообще варианты начинок разнообразны. Можно использовать тертый твердый сыр с добавлением тертого яйца и майонеза. Хорошо сюда подойдет вареная морковь, тертая на мелкой терке, чеснок, творожный сыр или плавленый. В общем, экспериментируйте. И если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите в комментарии. А вы уже делали такой рулет? Если нет, то какую начинку выбрали бы вы. Смотрите на канале Есть-Поесть рецепты других не менее вкусных и оригинальных закусок. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!